Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В нашей передаче мы стараемся говорить самыми простыми словами о нашей православной вере. Постоянные наши зрители знают, что традиционно мы передачу посвящаем какой-то теме и по этой теме приглашаем узких специалистов, которые помогают в этой теме разобраться. Но сегодня не совсем обычная передача. У нас в Самаре проходит знаковое событие – открытие выставки «Верующие», которая открывается под эгидой Радио Вера и Фонда Вера. И в рамках открытия этой выставки в Самару приглашены московские гости. Один из них – телерадиоведущий, ведущий телеканала «Спас» и Радио Вера, журналист, автор книг и музыкант Константин Мацан. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, максимально полный я попытался вас представить. Даже исчерпываюсь. Вы сказали «московского гостя», помните, в иронии судьбы «Ария московского гостя». Ну и, безусловно, конечно, можно было бы, опять же, придумать какую-то тему и ее с вами обсудить. Но мне показалось, что, знаете как, наверное, хороший журналист, хороший телеведущий, особенно ведущий, когда передача строится на каком-то диалоге, он волей-неволей, если он не преследует каких-то своих целей, становится очень хорошим социологом, антропологом, ну, в том смысле, практикующим, да, то есть какие-то антропологические исследования, заметки на полях делает, и для него расцвечивается мир именно за счет, ну, каких-то очень живых портретов, с которыми он встречается в своей жизни. Вы на телеканале «Спас» ведете одну из, наверное, самых популярных и самых, скажу, наверное, не совсем по-русски, смотрибельных передач «Не верю», где, собственно, в одной студии собираются ведущий, который выполняет роль такого медиатора, медиума, да, разграничивающих два поля, и атеист, и верующий, и происходит некий диалог. Об этой передаче мы чуть позже с вами скажем. Для начала, я думаю, нужно руководствоваться старым добрым принципом, который высказан был в фильме «Покровские ворота». Когда выходишь ты на эстраду, стремиться нужно к одному, всем рассказать немедленно надо, кто ты, зачем и почему. Давайте мы немножечко наших телезрителей с вами познакомим. Кроме того, что телерадиоведущий в недавнем прошлом, ну, вернее, уже, наверное, в давнем прошлом, уже сколько лет прошло после того, как вы выпустились из МГИМО? Десять. Десять лет уже прошло, да, студент МГИМО. Но давайте расскажем о некотором пути вашем от студенчества к, собственно, вот ведущему таких известных медийных проектов. Вот вы упомянули фильм «Покровские ворота», не могу не вспомнить, что там снимался мой дедушка. Мой родной дедушка там снимался, если помните эпизод, в котором Людочка и Хоботов едут в трамвае или в троллейбусе, и уступают друг другу место. Нет, вы садитесь, вы садитесь. Неужели тот... Вот этот толстый мужчина, который садится в итоге, это мой родной дедушка, дедушка Леня. Вот, я помню, он был маленький, смотрел, не понимал, почему в телевизоре показывают дедушку. Дедушка был музыкантом, пианистом, компаниятором в Москонцерте, но в тот момент вот эти базы сотрудников у Москонцерта и Мосфильма, они были какие-то общие или пересекающиеся, вот искали человека нужной фактуры. Вот Казаков нашел, значит, во фотографии вот это лицо, оно ему понравилось. А там до этого еще есть сцена, когда они заходят только в трамвай, и там так тоже незаметно, но если приглядеться, дедушка заходит последним и всех так перед собой заталкивает. Он рассказывал, что когда они эту сцену снимали, у него все никак не получалось угодить режиссеру, потому что он все как-то, ну, ему было неловко актеров толкать вперед перед собой в этот трамвай. И Казаков сказал ему, Леонид, ну вы сделайте, как вы в жизни себя ведете. Дедушка сделал, как он в жизни себя вел в транспорте. Вот, он как бы не стеснялся, если ему нужно было как-то вот войти в трамвай. Вот, и все получилось, сцена удалась. Вот это как бы эпиграф такой. Вот, а что касается пути, ну, вот не случайно в МГИМО, наверное, упомянули, к вере я пришел именно в институте. На первом курсе связано это было с лекциями по культурологии, которые читал наш преподаватель Владимир Романович Легойда. Очень хорошо сейчас, я думаю, нашим зрителям известный. Сейчас он глава Сен-Дальнего отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Я знаю наизусть эти регалии, потому что часто их в эфире произношу, в эфире радиостанции «Вера». Но он по-прежнему преподает в МГИМО, и тогда, и сейчас преподает. И тогда он в том числе читал вот на первом курсе лекции по культурологии. И это такие лекции, когда студентам-первокурсингам предлагается такая некая целостный взгляд на мир, вот там искусство, наука, религия в целостном контексте культуры. И как-то вот это было мое такое первое столкновение с религиозными вопросами. Я помню, что меня совершенно поразила цитата, приведенная лектором, из Алексея Федоровича Лосева. Из его, как я уже позже узнал и сам прочитал, из его знаменитой книги «Диалектика мифа», там есть такое определение религии. Религия — это в той или иной форме попытка личности самореализоваться в вечности. И меня это настолько поразило, потому что я вдруг как-то подумал, что, во-первых, видимо, вечность есть. Вот. А хочу ли я в ней реализоваться? Ну, конечно, хочу. Я как-то это очень внутренне четко испытал в ту самую секунду. И понял, что, видимо, я человек религиозный. Вернее, скажем так, если то, вот если за эту реализацию, самореализацию вечности отвечает религия, то и это во мне находит отклик, то, значит, мне это нужно. Значит, мне нужна религия. Значит, я религиозный человек. И стал таким первым таким шагом, пока таким чисто философским, умозрительным. Вот. Но я был в детстве крещён, там, как многие вот сверстники, просто в детстве, там, в пять лет, не было никакого дальнейшего церковного религиозного воспитания. Семья была в тот момент не церковной. Ну, только бабушка там как-то по традиции ходила в церковь, но она не исповедовалась, не причащалась. Просто вот такое было, такое благочестие вот там с какой-то внутренней молитвой и со свечками. Что тоже немаловажно, но к тому, что никакого вот погружения в церковную жизнь не было. И вот я понял, что я, оказывается, религиозный человек, а мне это нужно, мне этого хочется. А следующим таким важным очень, чуть ли не на той же лекции или на какой-то последующей кирпичиком была опять-таки услышанная, вера же у нас, услышание, вот. Я тогда, в общем-то, ещё, ну, всё был первокурсником, мало что пока ещё успел прочитать. Была услышанная фраза из апостола Павла, из послания к Галатам, как я опять-таки позже узнал. Уже не я живу, но живёт во мне Христос. И это как-то настолько тоже меня поразило тем, что вот я пришёл как бы к религии в целом. Вот Бог есть. Он некая абсолютная большая величина. То вот больше чего-ничего нельзя помыслить, как мы знаем тоже эту философскую формулировку. Вот как-то я понял, что вот он вот, если Бог есть, то Он самое главное в каком-то абсолютном смысле. То, что потом уже там в более таком бытовом ключе высказывается, как если Бог на первом месте, всё остальное на своём. Вот я как-то очень легко это принял. Что если Он есть, значит, Он самое абсолютное, что есть. Но это очень что-то большое. И как его, это большое, в мою жизнь вот привнести? Инкорпорировать. Как оно должно с моим личным опытом, бытием, сочетаться? И вот уже не я живу, но живёт во мне Христос. Вот в этой фразе для меня всё сошлось. Во-первых, есть Христос. Он есть Бога-человек, Он есть небо на земле. И он, вот и вера в Него, и жизнь со Христом может стать фактом лично моей жизни. Это не что-то такое внешнее по отношению ко мне, не какое-то грозовое облако, под которое нужно подстроиться. А то, что может прорастать, являться изнутри. И так я, собственно говоря, стал христианином уже осмысленным. Понятно, что до воцерковления, до прихода в храмы, к таинствам ещё какое-то время должно было пройти. Но на уровне таких убеждений внутренних, такой вот сердечного приятия, я вот стал христианином на этих лекциях. Просто вот странно для молодого человека, даже если он услышал что-то о вечности, сразу как-то это соотнести именно с религией. Даже вот эта лосевская фраза, она ведь может предполагать, что, например, в вечности как мы себя можем, ну, как-то узаконить или отпечатать. Мы можем через искусство, например, да, увековечить себя. Мы можем, тем более, что вы музыкант. Вот, и насколько я знаю, даже МГИМО это какая-то случайная история. Ну, так оно случилось. Изначально-то вы хотели быть музыкантом. Ну, у меня была такая, да, вот юношеская мечта, устремлённость именно поступать в музыкальный какой-то вуз, в училище, потом в издетут. И в этом смысле можно же было вот... Вот почему соотнесение произошло именно таким образом? Да, это всё тоже те же самые лекции по культурологии, на самом деле, был ещё один такой предварительный этап, потому что была тем же лектором, Владимиром Романовичем, ещё одна рассказана такая, ну, некий вот приведён пример следующий, что чем человек отличается от животного? Ну, в принципе, это такая в культурологии, в какой-то физиологии тема достаточно такая уже исследованная, как я понимаю. И здесь даже вот там Владимир Романовичем опирался не только на какие-то там свои культурологические вот основы, а на физиологов, там, например, на... Такой был физиолог Павел Симонов, папа Юрия Павловича Вяземского, Юрия Павловича Симонова, ведущего умников, умниц, вот, известный, признанный учёный, о потребностях человека. Вот, если посмотреть на потребности, они делятся там на три большие группы, по крайней мере, вот так, как нам это преподносилось. Витальные, социальные, идеальные. Ну, витальные там, понятно. Дом, еда, продолжение рода. И всё это есть у человека и у животного. Есть социальные потребности, дружба с человеком, принадлежность к группе какой-то, осознавать себя частью коллектива или быть лидером. И всё то же самое мы можем видеть у животных. Собаки играют друг с другом, с этим не дружат, с этим не дружат. Животные сбиваются в стаи, осознают себя как некую группу. Всё это есть и у нас, и у них. Есть ещё и идеальные потребности. Вот, например, потребности в познании окружающего мира. Животные тоже это познают. То есть то, что у человека стало наукой, ну, вот, там, не знаю, какой-нибудь пример. Там, вот, там, там, крысы изучают лучшие пути, какие пройти, там, где найти еду. Вот, получают некий опыт, и из этого опыта строят дальнейшие свои действия. Животные всё это делают. И это вот, у них тоже есть своя как бы наука в этом смысле, как познание мира такое через эксперимент. У них есть своего рода искусство животных. Вот, котёнок, играющий с клубком, это некое познание себя в игре. А что такое искусство, как не самопознание через игру в высоком смысле слова для человека? Это есть и у нас, и у них. Вот по этим восьми пунктам, восьмим потребностям, мы ничем друг от друга с животными не отличаемся. Есть только одна, как бы, графа в этой таблице, которая называется религиозной потребностью, которая есть у нас, но нет у них. Вот, опять-таки, и, кстати, мы эту тему даже на передачу «Не верю» поднимали, и можно об этом спорить, можно дискутировать, можно не соглашаться как-то, но вот в тот момент для меня лично, как для первокурсника, это было очень убедительно, это было очень внятно сказано, я вдруг подумал, у меня была собака, вот она не задумывалась о смысле жизни. Ну вот даже если можно к этой формировке придираться и так далее, но вот я четко понимаю, что какой-то есть водораздел между мной и моей собакой, что вот у меня почему-то как-то вот вопросы там о вечности, о душе, они как-то вот, они есть во мне, они меня волнуют, и нужно, а чтобы предположить, что они есть и в собаке, нужно изрядной долей фантазии обладать. И вот это то, что названо религиозной потребностью, то есть вот я знаю, что я умру, я живу, но я знаю, что я умру, и что-то во мне это рождает, какую-то необходимость с этим как-то освоиться, это ненормально, что я вообще-то должен умирать, да. Я мыслю себя существом бесконечным. Мы не можем в моей любимой собаке такое же обнаружить, такую же рефлексию. Вот этот вот раздел есть, он проходит по линии религии. И религиозные потребности, ну, или там, смысложизненные потребности, если угодно, вот по этому разграничению. Поэтому, когда после этого зашел разговор о самореализации личности и вечности, я уже понимал, что это все-таки направляет меня именно в сторону религиозной рефлексии. Ну, давайте мы еще коснемся, наверное, того мероприятия, события, ради которого вы посетили Самару. Вкратце, может быть, скажем, прорекламируем о нем, чтобы приступить, в общем-то, к дальнейшему нашему диалогу. Что за выставка открывается у нас? Выставка, которая называется «Верующие», это 20 фотографий из архива журнала «Фома», православного журнала «Фома». Выставка проходит под эгидой благотворительного фонда просвещения «Вера» Самарского, местного вашего. И эта выставка рассказывает о «Вере». журнал «Фома», тем, кто не знает, напомним, тем, кто знает, наоборот, тем, кто не знает, расскажем, тем, кто знает, напомним, это православный журнал для сомневающихся, вот таким парадоксальным, да, байлайном, православный для сомневающихся, который уже много лет, уже более 15 лет рассказывает о верующих людях. Причем, что важно для Фомы, это отсутствие какого-то доктринерства. Это даже не рассказ вот о святых, да, и это не изложение каких-то там церковных истин. Это рассказ о человеке, о его сомнениях, о его пути, кто такие верующие, люди, которые двигаются своим путем к Богу. Вот когда часто спрашивают, и сотрудников журнала «Фома», и меня, как в прошлом тоже штатного сотрудника, спрашивали об этом, приходится размышлять, кто такие сомневающиеся. Вот человек, он в каком-то смысле всегда сомневается. Вчера я сомневался, есть Бог или нет, сегодня в этом не сомневаюсь, но я сомневаюсь, в какую церковь мне идти, в православную или в какие-то другие. Сегодня я говорю о православии, но сомневаюсь, а зачем нужны церковные обряды. После этого я к этому прихожу, но каждый раз в поле сомнений продолжается этот полезный путь, правильный путь. Это в каком-то смысле единственновозможный путь вот такого движения от истины к истине. В этом смысле сомнения, они не прекращаются, они просто меняют свое направление, но они полезные топлива для внутреннего роста. И вот об этих верующих таких, которые как-то свои отношения с Богом осмысляют и выстраивают, выставка рассказывает о разных верующих. Это рассказ о фотографах или это о тех людях, которые на фотографии? Да, это рассказ о людях, которые на фотографии. Ну, рассказ я беру в кавычки, в том смысле, что рассказывает сама фотография, сам снимок своим сюжетом. Хотя, когда перед редакцией журнала «Фома» встал вопрос о том, как из архива, собранного за 15 лет, выбрать 20 фотографий, то надо было искать критерий. И таким критерием стало в том числе то, чтобы под каждой фотографией могла уместиться короткая, там, в 20 строк история какая-то, словесно выраженная о человеке, о верующем. То, что в «Фоме» иногда называется как фотофакт, такая рубрика, то есть фотография с некой расширенной подписью. Это стандартный жанр журналистский, но очень хороший жанр. И вот 20 таких историй на этой выставке представлено. История, которая рассказана и словесно, но главным образом в образе, в снимке. Там, например, есть епископ, прыгающий через лужу. Не потому что он развлекается, потому что в той небольшой епархии, где он служит просто, вот он ходит пешком от деревни к деревне, епископ, ездит в миссионерские круизы на лодке по деревням, где там уже много лет в местном храме полузапустевшем не было службы. Вот они приезжают, устраивают там какие-то богослужения, крестят кого надо, кого надо исповедуют и прочищают. И вот епископ вместе со всеми на эти лодочки своими ездит. И где-то там в деревне, по-моему, дождь прошел, большая лужа на дороге, с поноги и с посохом перепрыгивает. Рассказывали, что другие архиереи смотрят на фотографии и думают, вот, интересно, долетит или не долетит до того берега второго. Вот такие разные истории, вот, открывается выставка. Две недели она будет в центре Кириллица здесь. Это, я напомню, для наших телезрителей, это поляна Фрунзе или Барбошина поляна, храм Кирилл Мефодия, духовно-просветительский центр Кириллица. Две недели будет эта выставка там. Потом она будет двигаться по другим точкам. У нас немного времени остается до конца эфира. Я не хочу задавать каких-то, наверное, слишком больших вопросов, чтобы не прерывать вас на полусловия. Я бы вот еще немножко расцветил ваш портрет. Потому что так получается, я слушаю радио, я смотрю телеканал, и всегда вы, как ведущий, несколько остаетесь, ну, в тени того человека, с которым вы... Стараюсь. Да, с которым вы собеседуете. Вот, в частности, есть рубрика на радио «Вера» «Частное мнение». Вот, я судорожно, готовясь к нашей встрече, пытался найти, есть ли частное мнение у Константина Мацана. Ну, вот, не нашел. Поэтому для того, чтобы расцветить еще раз ваш портрет, и потом мы в последующих наших встречах будем уже рассуждать именно... Мне бы хотелось именно ваше частное мнение по некоторым вопросам тоже услышать. Вот еще какой вопрос, касающийся пути. Да, понятное дело, что некой отправной точкой послужила встреча с лектором, с учителем, с наставником. С наставником, с учителем, с большой буквы учителем. Да, 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 с Владимиром Романовичем. Но вот еще интересно, опять же, нас могут смотреть и молодые люди, что Константин Мацан читает, и какие книги, может быть, вот в качестве закрепляющего, цементирующего такого вещества уложили, может быть, какие-то религиозные полосты в нем? Что Константин Мацан слушает? Вот. Что вот еще, кроме встречи с этими людьми, повлияло? Ну, да, спасибо за вопрос. Вот, как ни парадоксально, иногда к этому мыслям и возвращаюсь, такими двумя ступеньками для меня стали два следующих автора. Первый — это метаполит Антоний Сурожский. Не устаю к нему возвращаться и перечитывать, и очень хорошо помню, как Владимир Романович в Легоиде, так получилось, мы вместе летели на одну конференцию, когда я был студентом, и он подарил мне вот несколько книжек. И одна из них как раз была книжкой Владыки Антония. И я сел в самолет на обратном пути, открыл ее и наткнулся на фразу о том, что... Владыка тоже кого-то цитирует из святых, по-моему, древних, говорит, что... Что такое вот молитва, молиться? Что такое молиться? И пишет, вернее, говорит, чтобы молиться, нужно влезть под собственную кожу, вернуться под собственную кожу, вот быть... Будь весь под собственной кожей. И дальше он это поясняет тем, что мы все время живем проекцией себя либо в будущее, либо в прошлое, все время перекатываем сейчас будущее в прошлое. А вот этот момент перекатывания, этот миг, он и есть настоящий. Но только в нем можно молиться, только в нем можно находиться, вот вернуться под свою кожу, то есть будь здесь и сейчас. Тут и теперь перед Богом. Меня это настолько поразило, что я помню, что вот как-то я вот вошел в самолет одним человеком, а вышел другим. И вот, может быть, вот в самолете Саратов-Москва я впервые в жизни по-настоящему молился, вот прочитав это, как-то мне это вот настолько в меня попало. А следующим автором, очень тоже в этом смысле парадоксальным, стал Честертон, Гилберт Кейт Честертон. Причем, как ни парадоксально, почему-то в тот момент меня абсолютно прошиб его очерк о Франциске Асисском. Казалось бы, это неправославный святой. Да, Честертон неправославный писатель. Но настолько точно улавлены какие-то вещи, связанные с вопросом о благодарности Богу за все. Я помню, поразила эта мысль тоже. Он излагает ее на примере Святого Франциска, но это не опыт такой исключительный какого-то Святого Франциска или в принципе католический. Это в принципе опыт любого христианина, размышляющего о жизни, что ценить нужно, грубо говоря, саму жизнь, сам факт жизни. Это такая магистральная идея Честертона, что жить — это благодарить за жизнь. Это одно и то же. У нее есть такая фраза «Чем я заслужил право смотреть на одуванчик?» Это же чудо, что я могу общежитие смотреть на одуванчик. В том же очерке по Франциско-Асистскому есть такая формула. Он говорит, что обычно говорят, что тот, кто ничего не ждет, тот не разочаруется. Но нужно сказать по-другому, говорит Честертон. Тот, кто ничего не ждет, обрадуется всему. Вот эта готовность обрадоваться всему, быть благодарным Богу за саму жизнь, вот это для меня сталкивается очень важным таким моментом. Я просто помню, я ехал в метро в Москве, читал эту книгу. Знаете, такое бывает, когда ты не здесь, когда вокруг возникает какая-то такая в терминах Ладыки Антония густота, которая тебя как-то вот так вот духовно обволакивает, и ты чувствуешь, что сейчас что-то очень важное происходит. Вот вокруг те же самые люди, те же самые двери туда-сюда ездят, шум, они всегда бегут, но ты за всем этим видишь какую-то Бога, какую-то осмысленную реальность. Я предлагаю вот здесь поставить многоточие. Сегодня, дорогие друзья, у нас была передача просто о вере Константина Мацана, просто о вере конкретного человека. Дорогой Константин, я благодарю вас за сегодняшнюю встречу, но напомню для наших телезрителей, что встреча у нас будет не одна, и в следующий вторник мы продолжим. Спасибо. Спасибо. Храни всех вас Господь, до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»